Новый сезон республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» набирая обороты. У Гомеля подвели выники областного этапа. На суд жюри молодь региона представила 31 инновационный проект. Сферы, в которых мог чим реализовать распроцовки, самые разностайные. Энергетика, медицина, адукация, транспорт, IT. Подробностей в сюжете Евгении Кухаронак. За весь час проведения конкурса селета отзначилась самая высокая конкуренция. Среди представленных стартапов тяжко наводь вызначить наибольшь популярный накерунок – высокотехнологичная, вытворшая, энергосберегающая, экологичная и социальная. У каждого проекта конкретная мета, а у их распроцовщиков докладный план деяния. В этом году очень много проектов направлено на энергосбережение. В связи с тем, что Гомельская область – это аграрный регион, есть проекты, которые связаны именно с сельским хозяйством, которые призваны упростить уборку урожая. Также немаловажно, что представлены много социальных проектов, которые призваны воспитать молодежь, то есть показать культуру нашей страны. Цикавость до конкурса растяя с каждым годом. У ДЛУИМГЭТ как минимум махчимость показать свою идею, а как максимум выиграть грант на ее реализацию. Сурен Мартирасян и Яугин Вашенка распроцовали проект «Интернат будущего». Энергию сонячных батарей, размещенных на дах у будинка, плануются выкористовывать для зарадки мобильных. 90% проживающих в общежитии ставят на ночь свои телефоны на подзарядку. Панели смогут нас бесплатно снабжать после установки 25 лет электроэнергии. В то же время за 25 лет без солнечных панелей наш колледж потратил бы 28 тысяч рублей на оплату электроэнергии только с одних мобильных телефонов. Финалисты областного этапа конкурса «Стоидей для Беларуси» вызначили у 20 номинациях «Лепшая стартапы региона» представят у столицы 27 лютого. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, Телерадо и компания «Гомель».